МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости дня. В студии Данил Добрин. О главных событиях в регионе расскажем прямо сейчас. Вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Порядок в соседнем Казахстане восстановлен. Миротворцы готовятся к возвращению в пункты постоянной дислокации. Ямы нарушают ГОСТ. Инспекторы ГИБДД измерили выбоины на дорогах областного центра. День российской печати отмечают оренбургские журналисты. Чем сегодня живут печатные издания? В долгах, как в шелках. Банки России за год выдали гражданам рекордный объем кредитов. Графический дизайн и компьютерная анимация. Чему еще обучают в Центре креативных индустрий? Победный марш по Европе. Оренбургский теннисный клуб «Факел Газпром» одержал верх над соперником. Начнем с официальных новостей. 13 января в Казахстане президент Касым Жамар Такаев отменил чрезвычайное положение в трех областях. Речь идет о граничащей с Оренбуржьем западно-казахстанской области, северо-казахстанской и павлодарской областей. Кроме того, как сообщает Министерство обороны России, миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые соцобъекты казахстанским силовикам. Подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнившие поставленные задачи, готовятся к возвращению в пункты постоянной дислокации. Подразделения начали готовить технику и материальные средства к загрузке в самолеты ВКС России. Напомним, 2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Казахстана, страны ОДКБ направили в Республику миротворцев. По данным властей соседнего государства, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. Готовность региона к новому штамму коронавируса и общая картина заболеваемости. Эти темы стали главными на заседании регионального оперативного штаба. Губернатор области Денис Паслер и главы профильных министерств обсудили ситуацию в формате видеоконференции с руководителями муниципалитетов. Областной центр Оренбургский район и Орск. Точки, где ситуация с вирусом пока самая напряженная. 75% подтвержденных случаев COVID-19 именно здесь. Однако напряженность относительная. В целом заболеваемость в последнее время шла на спад. Вероятный приход новой волны штамма «Омикрон» через 2-4 недели. Если будет совсем плохая ситуация по заболеваемости, мы будем вынуждены приостановить плановую медицинскую помощь и перейти полностью. Все медицинские организации перейдут только на экстренный режим работы, оказание только экстренной неотложной медицинской помощи. Все узкие специалисты перейдут в статус докторов первичной помощи. Повышение охвата тестирования. Радикальные меры лишь при самом негативном сценарии. Но даже если он будет оптимистичным, эта волна будет отличаться от предыдущих. «Дельта» заполняет реанимации, «Омикрон» – линейное отделение, отметил министр здравоохранения. Течение «Омикрона» более легкое, но штамм заразнее собрата. А значит, все внимание на первичное медзвено и вакцинацию. По видеосвязи губернатор Денис Паслер оценил ее темпы в районах области. Конечно же, нам надо быть готовым. Не будет и слава богу, но готовым надо быть. Поэтому сегодняшние организационные мероприятия, вакцинация, ревакцинация, конечно, должна помочь ситуацию более спокойно пройти. 4,5 тысячи прививок – пример статистики вакцинирования в среды. 12 января привела профильный министр. Максимум был на пике заболеваемости в прошлом году – 12 тысяч до сутки. Сейчас в области среднероссийский темп, но есть и районы, где до сих пор привиты меньше половины жителей. Главом этих территорий Денис Паслер рекомендовал усилить работу. Ее итоги уже через неделю оценит лично. Анна Втюрина, Игорь Бероев, Новости дня. И теперь к новым данным по коронавирусу в регионе. Цифры пошли в рост. По данным Оперштаба, за сутки зафиксировано 86 новых случаев заболевания. Накануне таких было на 29 меньше. Выздорели и закрыли больничные листы 102 человека. Погибли от опасной инфекции 4 жителя области. К происшествиям. Катание на тюбинге закончилось госпитализацией. В Солилецке возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего водителя, который перевозил несовершеннолетнего в тюбинге, привязанному к автомобилю. Во время движения транспорта несовершеннолетний пассажир выпал из тюбинга и столкнулся с деревом. С травмами он был доставлен в больницу. Сотрудники полиции напоминают, что катание на тюбинге, санках, прикрепленных к транспортному средству, опасно для жизни. Несущийся со скоростью автомобиля тюбинг неуправляем. При этом никто не застрахован от смертельных травм. Снег еще не растаял, а вот асфальт уже начинает исчезать. Автолюбители областного центра жалуются на состояние городских дорог. Корреспонденты ОРТ вместе с сотрудниками ГИБДД решили проверить соответствие ГОСТу основных магистралей Оренбурга. Все подробности в нашем следующем материале. Проспект Победы. Кольцо на пересечении с проездом автоматики. Здесь ежедневно на работу и домой едут тысячи горожан. Состояние дорожного полотна у водителей вызывает большие вопросы. А ямы, выбоины и трещины не оставляют среди автолюбителей равнодушных. Ужасные дороги. Вся машина вот ломается и ломается. Здесь вообще ужасно. Каждый год одно и то же. Вот постоянно. Очень плохие дороги. Сотрудники ГИБДД достают приборы и измеряют две самые большие ямы. По ГОСТу их глубина не должна превышать 5 сантиметров. А ширина и длина не более 15. В обоих случаях нарушение налицо. Длина метр двадцать. Это превышает норму? Да, конечно. Улица Родимцево. Огромная яма прямо посреди перекрестка. Даже без специальных приборов видно, что ГОСТом здесь не пахнет даже близко. А вот на соседней улице Березки и вовсе рекорд. Длина неровности на дороге превышает 3 метра. На данный момент на территории города Оренбурга наблюдается повреждение дорожного полотна в виде выбоин. Данные выбоины превышают допустимые размеры согласно ГОСТу 505-97. По данному факту сотрудниками дорожного назора составлен акт, произведенный замерой. В дальнейшем будет принято процессуальное решение. Теперь ответственным за состояние дорожного полотна лицам придется заплатить крупный штраф. Причем если для должностных лиц он может достигать 30 тысяч рублей, то для юридических и вовсе сумма колеблется от 200 до 300 тысяч. Вячеслав Кампо, Семен Воробьев. Новости дня. Днём российской печати. Мы в условиях новой реальности, когда ежедневно приходится сталкиваться с большим массивом информации из различных источников. Профессиональных журналистов всегда, сейчас особенно, отличает способность работать с фактами, умение всесторонне и объективно оценивать ситуацию. Журналисты не просто создают новости или освещают события. Они формируют реальную повестку дня, влияют на общественные настроения. Желаю журналистам, издателям, сотрудникам редакций, всем работникам печатной отрасли счастья, здоровья, благополучия, интересных проектов и творческих успехов. 13 января в 1703 году по указу Петра Первого вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости». Сегодня без журналистов мало кто может представить свою жизнь. Как, впрочем, и сами акулы-пираньи могут существовать без своей аудитории. Кто они, оренбургские журналисты и о чём теперь пишут печатные издания? Какие материалы понравились, какие не понравились. Может быть, где-то есть, допущены были ошибки. Что-то стоит улучшить, что-то, наоборот, прям так здорово сделали, что стоит отметить и наградить. Планёрка. Здесь рождается новый номер газеты. И обсуждается тот, который читатель только получил. Тем много. От общественно-политической повестки до народных рецептов. Это особенный разворот к дню печати, наполнен интересными профессиональными историями журналистов. Выход этого номера тоже не обошёлся без приключений. У нас и дизайнеры, и корректоры. В общем-то, очередной героический поступок. Пропал интернет. И у нас всё зависло. И мы ночью редактор звонила провайдерам, арендодателям, искали, в чём причина. Этот год для издания «Особенный» газеты «Южный Урал» выходит в печать уже 105 лет. За годы не раз менялось название, но осталось главное – рассказать о том, что волнует оримбушцев. Я считаю, что «Южный Урал» до сих пор актуален. И пока мы попадаем в проблему нашей аудитории, пока мы нашей аудитории интересны, пока мы понимаем, чем она болеет, что её волнует, о чём беспокоятся наши подписчики, вот мы этим и живём. За каждым номером стоит кропотливая работа целой команды. Надежда Жукова в ней как дирижёр. Она ответственный секретарь. Её задача – сформировать газетные полосы, откорректировать небольшие материалы, подобрать иллюстрации. Этот кабинет как штаб, где определяют, каким будет очередной номер. Работа непростая, но другой, говорит Надежда Жукова, не хотела бы. Она может давать такую подпитку, такая у неё особо энергетика бывает, особенно, когда встречаешься с положительными людьми. Это просто интересно, в конце концов. Потом вспоминаешь, что во многих сферах жизни ты общалась с людьми, с которыми ты свела судьба, так скажем. У меня вот, кстати, лежит фотография, даже я стою с Ельциным. Как сделать материал интересным и понятным читателю? О чём написать коротко, а какую тему разобрать подробнее? Опытные коллеги учат молодёжь. Николай совмещает работу и учёбу. Стать журналистом газеты – осознанное решение. Приходится где-то чем-то жертвовать, где-то сном, где-то учёбой, где-то свободным временем. Пришёл, потому что хочу делать что-то новое, интересное. Потому что меня это привлекает. Было осознанное решение с восьмого класса. Финал работы газетчиков – печать. Днём станки молчат. Их работа начнётся поздно вечером, когда творческий процесс будет завершён и все номера подписаны. Это единственная типография в регионе, и здесь печатают почти всю периодику, которая выпускается в Оренбурге. В области сейчас около 200 средств массовой информации. Это газеты, телеканалы, электронные издания. И каждая пытается быть на передовой и ближе к своей аудитории. Чтобы каждый день зрители могли почитать любимую газету, сайт или посмотреть новости. День печати – профессиональный праздник каждого журналиста. Ольга Энгельс, Алексей Назин, Новости дня. Сейчас прервёмся, и вот о чём расскажем далее в программе. Не переключайтесь. В долгах, как в шелках. Банки России за год выдали гражданам рекордный объём кредитов. Графический дизайн и компьютерная анимация. Чему ещё обучают в Центре креативных индустрий. Победный марш по Европе. Оренбургский теннисный клуб «Факел Газпром» одержал верх над соперником. Это новости дня. Мы продолжаем. В 2021 году банки России выдали рекордный объём розничных кредитов. Их величина, по данным аналитиков, превысила 14 триллионов рублей. Сумма, выданная населению российскими банками, является абсолютным рекордом. Этот результат на 33% превышает показатель 2020 года. Тогда сумма превышала 10,5 триллионов рублей. И лишь немного меньше суммарного объёма выданных кредитов за 2017-2018 годы. Более 14,5 триллионов рублей. Рост выдачи произошёл во всех сегментах розницы. Как в денежном выражении, так и в количестве выданных займов. Большая часть выданных в 2021 году кредитов приходится на кредиты наличными почти 7 триллионов и ипотеку 5,7 триллиона рублей. Существенно меньше, чуть более 1 триллиона, банки выдали автокредитов и суды на покупку товаров в магазинах – 0,38 триллиона рублей. По подсчётам Центробанка, кредиты и займы имеют 57% экономически активного населения страны. Это 43 миллиона россиян. В нынешнем году рынок ждёт медленное охлаждение на фоне возросших ставок, закредитованности населения и усиления регулирования со стороны ЦБ, уверены эксперты. И теперь к ситуации на валютном рынке. Данные Центробанка о стоимости доллара и евро сейчас на вашем экране. Перерасчёт за электроэнергию в одной квартире за счёт других. Арчане столкнулись с такой проблемой в начале месяца, когда получили квитанции за декабрь и увидели большие суммы, превышающие прежние в 10 раз. Причиной заинтересовались мои коллеги. Жители дома 25 по улице Кутузова шокированы цифрами в квитанциях за декабрь. За общедомовые нужды на каждую квартиру начислено более 500 киловатт. В рублях это больше 1700. По словам Дениса Шевчука, до 2021 года люди получали адекватные начисления и исправно всё оплачивали. А потом начались скачки сумм и показаний. До этого приходило 30 киловатт, 50 киловатт максимально было. А сейчас уже, ну, то есть это просто ни в какие ворота, слов даже нет. Это называется вросло, просто поборы с людей. В 10 раз, получается, увеличилось ОДН. Люди обращались в прокуратуру и энергосбыт. Осенью выяснилось, что счётчик в одной из квартир неисправен. В доме два подъезда, в них горят пять светодиодных лампочек. На восемь квартир ОДН начислили 4000 киловатт. При нехитром подсчёте получается, что такой объём электроэнергии лампочки могли намотать за 4,5 года. В ресурсоснабжающей компании поясняют, что перерасчёт связан с одним из жильцов, который несколько лет платил не по счётчику, а по нормативам. А в 2021 году обратился за перерасчётом. С 2018 года по его счёту выставлялся некорректный расчёт. Показания индивидуального электросчётчика не проходили. Расчёт за потреблённый ресурс ему производили по нормативу. В итоге всё это время собственник переплачивал за электричество. А остальные жильцы дома по этой причине с 2018 года не доплачивали за ОДН. В компании также сообщают, что отдельно рассмотрят ситуацию по 25-му домам на улице Кутузова. Однако, будет ли сделан перерасчёт ещё раз и в чью пользу, не уточняется. Ольга Энгель, Статьяна Лакеева, Новости дня. Продолжение следует... Колледжа экономики и информатики. Какую пользу мечтают принести своими проектами из мира виртуального, реальному, узнала у студентов Анна Втюрина. Его запрограммировали, полностью построили сами. И могу сейчас даже включить. Робот Ева – их первый шаг в мир автоматизированных систем. Дальше – больше. Причём смелые мечты юных программистов не просто реальны, но и откроют им путь в профессию будущего. Многие заводы уже работают с автоматизированными системами. Полностью производство налажено, да, отлажено. То есть работают манипуляторы различные, различные конвертные ленты. В медицине тоже во многих странах уже развиты. У нас тоже в России есть роботы, которые помогают и операции производить, и системы базы данных сохранять. То есть по дому тоже роботы есть, тот же самый робот-пылесос. Это очень перспективное и развивающееся направление. Сейчас создаём специальные роботизированные комплексы. Как видите, это простейший манипулятор. Достаточно простая система работы у него. То есть пишется код в определённой программе, после чего код передаётся на рабочую станцию. И с этой рабочей станции уже на сам манипулятор, как видите, у нас здесь игра в шахматы происходит. В эти же минуты в другой аудитории оживает ещё один виртуальный мир. Его создают будущие мастера анимации и графические дизайнеры. Они хотят уже сделать какую-то игру мирового масштаба, чтобы все только посмотрели, ахнули, захотели покупать. Конечно, это трудновато в одиночку такую реализовать. Но мировые премьеры есть, скажем так, у некоторых игр, которые выстрелили. Но тут всё-таки нужно опыт нарабатывать. И нарабатывают они его в команде. Например, Тимур вместе с двумя десятками единомышленников за полгода с нуля создал авторский виртуальный продукт. Была идея создать игру по мотивам книги. И получается, что сейчас уже буквально январь 2022 года, и проект уже готов. Альфа-билд, то есть то, что можно показать инвесторам, уже ищется инвестор. И идёт обсуждение, возможно, какой-то оплаты. А она, по словам начинающих разработчиков, может доходить до трёх миллионов рублей. И это не потолок. Причём, если сегодня анимация для игры, то завтра монетизировать талант они смогут в рекламе, мультипликации или кинематографе. Поэтому для ребят это отличный билет в будущее. А для системы среднеспециального образования региона – обучение в сфере креативной индустрии – перспективное новшество. Понятие цифровизация охватывает буквально все отрасли экономики, искусства и культуры. И это хорошо. И мы видим по их применению, что они находят везде, конечно. Мы сейчас очень ждём креативных выпускников, которые придут и будут создавать свои фильмы. Может быть, кто-то воссоздаст наконец-то тот «Ну погоди, который был раньше, лучше это будет, но если это новый». Кто-то запишет какой-то там трек, который ворвётся в топ-чарты России и мировых стандартов. Кто-то покажет очень интересные вещи по дизайну и рекламе. Анна Фтьюрина, Семён Воробьёв, Новости дня. Кроме Дня печати, в ночь с 13 на 14 января россияне любят отмечать и Старый Новый год. Праздник не является официальным, но очень популярен. Расхождение в две недели появилось больше ста лет назад из-за появления Григорианского календаря. Первый Старый Новый год в России отпраздновали в 1919 году в связи с переходом с Юлианского календаря. Традиционно в эти святочные дни славянские народы гадали на судьбы, примечали погодные явления, чтобы понять, какого урожая ждать предстоящим летом. Попытала судьбу и Анастасия Кубатко. А мне как цветы, как ромашки. Вот смотри, вот как много цветов. Вот я вижу вот лицо, а там большой-большой, типа как венок. Ну, значит, к свадьбе. А к свадьбе раз цветы. Вот так при помощи воской воды раскрывается главный секрет – будущее. Ритуалы с картами, вениками, нитками и даже овечьей шерстью. Главный принцип гаданий на Украине – проводить их в тёмное время суток. И дозволено это далеко не всем. А гадали кто? Гадали-то молодёжь в основном. Молодые, незамужние девушки, но очень редко пар. И очень редко пар не гадали. А уже таким женщинам, как я, постарше, которые уже замужем, у которых дети или вдовам, или даже тем молодым девушкам, которые уже сосватаны, им ни в коем случае нельзя было гадать. А иначе, верили тогда, дела в семье пойдут плохо. Урожая не будет, и детей замуж не выдадут. Я, как девушка незамужняя, могу себе позволить погадать. Вот одно из традиционных связано с валенком. Сейчас мы его будем бросать за ворота. Принцип прост. Разворачиваемся спиной к воротам, бросаем за них валенок. В какую сторону покажет носок, в той стороне и ждёт тебя твоя судьба. А это уже традиционное русское гадание, как его ещё называют, подблюдное. И сейчас мы узнаем свою судьбу, и для этого всего лишь надо отдать своё колечко. Так, давай, кладись сюда. Доставая поочерёдно кольца, запевала пророчество. Не мешаем. Правда, звутицы не минуется. Так. О! Чья кольца? Моя. Замуж выйдешь, девушка. Гадание на распев одно из самых популярных на Руси. Проводили его не только юные девушки, но и парни. Правда, гадали чаще не на любовь, а на урожай. Интересовало и будущее. Кстати, узнать его можно и без таинственных ритуалов. Но ещё также есть и народные приметы, за которыми следят. И уже в зависимости от этих примет узнают тоже своё будущее. Если будет южный ветер, дует в цветочные дни, значит, ожидается жаркое лето. Если вдруг туман, то это значит, хороший будет урожай. Если ветер с запада, это значит, будет очень много рыбы и молока, много будут коровки давать. Узнать своё будущее при помощи гаданий или же примет большинство хотят и сегодня. Кидать за забор валенок или же высматривать в зеркале облик любимого – дело каждого. А вось и сбудется. Я же, судя по предсказаниям, выйду замуж в этом году. Анастасия Кубатко, Симон Воробьёв. Новости дня. О спорте. За явным преимуществом. Оренбургский теннисный клуб «Факел Газпром» одержал лёгкую победу в первом четвертьфинальном матче Евролиги. У пятикратного победителя Лиги Европейских чемпионов первым соперником в плей-офф стал Лиссабонский спортинг. «Факел» отправился в Португалию сильнейшим составом. Четвертая ракетка мирового рейтинга «Кальдерана», девятый «Овчаров», 24-й «Фрайтос» и 89-й «Шибаев». Португальцы то ли заранее решили, что ловить нечего, или были другие причины, но вышел у них второй состав. Из основы играл лишь 186-й в рейтинге «Диего Карвалья». Хотя это не наши проблемы. Открывавший матч Александр Шибаев за считанные минуты разобрался с Гильерме Пауло 11-7, 11-3, 11-1. У вышедшего вторым «Уга» «Кальдерана» лидер спортинга «Карвалья» смог отобрать только одну партию. Ну и завершил мучение хозяев Дмитрий Овчаров. Он впервые вышел к столу после восстановления из-за рецидива травмы. Немного набрал вес, но мастерство осталось прежним. У скромного Васко Вилоза он выиграл в сухую 11-1, 11-4, 11-2. Общий счет 3-0 и ответный матч превращается в формальность. В Оренбурге нашим теннисистам достаточно выиграть даже не очко, а всего два сета. Также легко в своих матчах победили немецкие «Боруссия» и «Саар Брюкин». А еще один представитель Германии Ной Ульм сегодня сыграет с УГМК. Анатолий Юденич, Антон Полянский. Новости дня. И теперь к отключениям. В связи с выполнением работ на энергообъектах Оренбургского производственного отделения 14 января будет ограничена подача электроэнергии в поселках Подгородняя Покровка, Неженка. Адреса и время ограничений на вашем экране. Филиал публичного акционерного общества «Россети Волга Оренбург Энерго» просит отнестись с пониманием и заранее отключить электроприборы. Уточнить информацию можно по телефону горячей линии 98 48 48. На этом все. Вернуться к этому выпуску, а также другим нашим телепроектам вы всегда можете на нашем сайте орттв.ру. Присоединяйтесь и группам телеканала в социальных сетях. Далее рубрика о погоде и не только. Всего вам доброго и до встречи в эфире.